В этом году по улице Букетова отремонтировали 2 километра дороги. Текущий ремонт частично провели на участке от улицы Пушкина до Садпаева. Здесь потратили почти 100 миллионов тенге на новый асфальт. Качественное ли полотно постелили? Ответ на этот вопрос дадут специалистам Национального центра качества дорожных активов. На третий день, как завершился ремонт дороги, они выехали на участок. 10 сантиметров толщина керна. Толщина должна быть минимум 6 сантиметров, говорят специалисты. Здесь даже больше. А какие это 10 сантиметров асфальта, скажут уже в лаборатории. На каждые 7 тысяч квадратов отбирается по 3 керна. После чего керны передаются в лабораторию, где они проводят испытания на уплотнение водонасыщения. На других участках мы были также на улице Абая, которую там мы отобрали керны. Также смесью. Результатов еще нет. На испытания лабораторные анализы нужно порядка двух недель. Интересно, что во время ремонта дороги по улице Букетова специалисты также отправили в лабораторию используемые здесь строематериалы. Результаты тоже пока не готовы. Если выявят нарушения, то участок не примут. Деньги подрядчик должен получить только после лабораторных испытаний. Гарантия на дорогу после текущего ремонта длится год. После среднего ремонта – три года. Специалисты национального центра проверят все отремонтированные участки, заверили в городском Акимате. В этом году в порядок приведут 20 улиц областного центра. В текущем году на ремонт дорог города Петропавловска выделено 6,2 миллиарда тенге. Планируется выполнить ремонт на протяженности 36 километров и 89 тысяч квадратных метров. В настоящее время выполнен ремонт на протяженности 9 километров. Это улицы Букетова, Абая, Пушкина частично. Ведутся работы по реконструкции улицы Горького и Жумабаева. Планируем в сентябре месяце завершить эти работы. Помимо ремонта 20 улиц, о которых говорилось ранее, сейчас ведется разработка тех документаций еще по 7 улицам, где необходим средний ремонт.